В Тамбове уже второй раз проходит благотворительная акция «Мир без слез». В этом году помощь получила областная детская клиническая больница. О том, какое лечение теперь могут получить пациенты, расскажет Олеся Кречетова. В больнице шумно, смех детей слышен на всех этажах. К юным пациентам приехали персонажи телепередачи «Спокойной ночи, малыши», «Клоунесса» и «Безумный шляпник». Интерактивное представление, которое устраивает актеры, помогает ребятам хотя бы на время. Забыть о недугах. Подборка трюков именно для этой акции, она сделана специально для того, чтобы порадовать детей. Не как-то там, ну, понятное дело, удивить, но именно больше на то, чтобы развеселить и порадовать, потому что смех, как известно, он лечит. Ежегодно в детской больнице выполняется свыше трех тысяч операций. Ведется прием по 20 медицинским специальностям. А сегодня любимые персонажи подняли настроение маленьким пациентам и раздали волшебные сундучки с красками и карандашами. Мне очень понравилось, потому что были конкурсы, и они были веселые. Больше всего мне понравился шляпник со своими фокусами. Акции «Мир без слез» уже 15 лет. Сначала она проводилась только в столице и Московской области, но потом вышла на федеральный уровень. За это время более ста детских больниц по всей России получили помощь в виде необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов. В 2014 году эта география акции еще более расширилась. И теперь ежегодно мы встречаем с нашей акции, с нашим, как говорится, медицинским оборудованием, которое больница выбирает сама с нашей передачей «Спокойной ночи». Малыши уже 20 городов. Бюджет этой акции ежегодно составляет 40 миллионов рублей. В этом году Тамбовской областной детской клинической больнице в рамках благотворительной программы передано полтора миллиона рублей. Уже решено, какое оборудование будет куплено на эти средства. В этом году мы планируем приобрести эндоскопическое оборудование для диагностики и лечения гинекологических заболеваний. С текущего года в наше учреждение госпитализируются пациенты в возрасте до 18 лет. И, к сожалению, заболевания гинекологической сферы, они молодеют. Поэтому вот в настоящее время, с учетом открытия перинатального центра, для нас эта проблема стала наиболее актуальной. Благотворительная акция еще раз доказала, что сделать мир без слез можно. Главное – проявить заботу и внимание. Знаете, что скажу? Чтобы вы когда вырастите, ребята, вы не забывали нас. Ладно, никогда. Потому что вы оставайтесь немножечко детьми, и тогда вам будет всегда весело и интересно. Олеся Кречетова, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.